Восемь вечера, время попробностей, пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман, здравствуйте. Под шквальным огнем из-за массированных атак на Востоке закрыт один из блокпостов. Комитетские страсти. Кто стопорит расследование хищения в Кабмине? Девять месяцев в российских застенках, как евромайдановец выбирался из неволи. Съезд диктаторов и нерукопожатных. Кто слетелся в гости к Путину? Украина отмечает День памяти и примирения. В Европе 8 мая чистуют жертв Второй мировой войны. В этот день принято нести к монументам погибших красные маки, как символ кровавого следа от пуль. Выразить дань уважения погибшим в Украину прибыл генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Вместе с президентом Порошенко они открыли в Киеве инсталляцию «Украина. Война». У подножия монумента «Родина-Мать» в память об украинцах, отдавших жизнь за свою родину. Восемь миллионов украинцев. Это та цена, которую заплатила Украина. Украина после войны осталась полностью сруйнованной. И украинцы, как никто, знают цену, что нам нужно берегти мир. Украинский желто-блакитный прапор завжди был прапором миру. И никогда не был прапором агрессора. И на шевронах, и на форме блакитных беретов, або блакитных шоломов, украинские воины, которые несли украинский прапор, несли мир. Мы уверены в том, что и сейчас, с общими и с координованными усилиями, нам удастся принести мир в Украину. Конфликт на востоке Украины уже унес более 7 тысяч жизней. ООН солидарна с украинским народом. Я заверяю вас своей преданности мирному решению этого конфликта, исходя из территориальной целостности и суверенитета Украины. Если страна будет нуждаться в помощи ООН, для защиты и поддержания мира, я обещаю сделать все возможное. А вот обратите внимание, как в день примирения преобразилась сама Родина-Мать. На голове у статуи появился огромный украинский венок из маков. Его установил известный руфер Мустанг, как напоминание о защитниках Украины. За это его лично поблагодарил президент Порошенко. На заседании в честь Дня примирения и памяти собрался парламент Украины. Слезы, аплодисменты, слова благодарности и параллели Второй мировой войны с нынешней. Все это видела Ольга Рыцарь. Почетный караул, оркестр и красная дорожка. В парламент на торжественное заседание сходятся депутаты и ветераны. В ложе прессы аншлаг, а в сессионном зале ни одного свободного места. Здесь бывшие президенты и министры, высокопоставленные чиновники, дипломаты, предстоятели церквей, президент Порошенко и Генсек ООН Пан Гимун. Все внимание на экран, говорит ветеран Второй мировой войны Иван Залужный. Ему 97. В эти дни хотел бы, чтобы рядом был его любимый внук, тоже Иван. Не суждено. В августе прошлого года внук погиб в АТО. Мой внук часто говорил, что я тоже буду защищать так, как мой дед защищал. Он не раз говорит, я готов отдать жизнь за свободу своей Украине. Едва сдерживая слезы, все встают. Иван Залужный сегодня здесь, в этом зале. Петр Порошенко пожимает ему руку, а дальше обращается ко всем ветеранам. Вы врятовали этот мир. Вы отбили агрессию против Украины из Захода. Не с Киевом за это уклин. Так ибо не правда, что даже в страшных снах вы, дорогие наши, не могли уявить себе, что после 70 лет мира, в жизни ваших внуков и правнуков, в война вернется из Захода. Слава Богу, масштабы ее не те, что в святом мире, но мотивы те самые. Кордоны тиснут кому-то. И снова звучит печальная статистика наших дней. Более тысячи человек, пропавших без вести. Более семи тысяч погибших. Их память тут минутой молчания. И снова к прошлому. Без украинцев победы во Второй мировой войне не было бы, говорят ветераны. В сходе первого, второго, третьего и четвертого украинских фронтов нараховывалось понад 60% украинцев. Визволение Польши, Чехословаччины, Румунии, Угорщин, Югославии здействовали войска самих этих фронтов. На патриотической ноте заседание закрыли. Торжественное заседание длилось час. Депутаты, почетные караулы и оркестр разошлись. И только ветераны Второй мировой войны еще долго общались и делали совместное фото. 8 мая пусть делают днем памяти. Память всегда должна быть. А 9 мая день победы должен быть. Великий праздник. Сегодня еще открою завтра не. Не хочу под... Ну, как... Под советской пропагандой есть. Объеднаться треба всем. Украина всплывает кровью. Украина в небезопасии. И не надо между собой створить, что ты был в сталинской армии, а я был в украинской повстанской, там, что кто-то иначе. Всеми разом захищать повинен свою батьковщину. Ольга Рыцарь, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Ну, а уже после праздников 13 мая президент Петр Порошенко собирается с визитом в Германию. Там встретится с канцлером Ангелой Меркель. Обсуждать будут ситуацию на Донбассе, выполнение мирных инициатив по урегулированию конфликта, а также проведение реформ в Украине. Пока же о том, как сегодня в Германии и США отмечают День памяти. Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина и Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне. Восьмое мая для немцев день особенный. Для страны, которая постоянно подчеркивает свою историческую ответственность за преступления нацизма, это еще один повод попросить прощения. И громко сказать, война не должна повториться. В немецком парламенте специальная сессия. В зале президент, канцлер, министр и депутаты Бундестага и Бундесрата. С трибуны слова об исторической вине и ответственности немецкого народа и призывы не допускать ненависти, ксенофобии и антисемитизма. Мы чтим память миллионов жертв беспрецедентной кампании по уничтожению других наций и народов, славян, европейских, евреев. Восьмое мая стало днем освобождения для всего континента. К памятникам советским воинам-освободителям сегодня несут цветы и венки. Обычные немцы, политики, дипломаты. В этом году впервые именно 8, а не 9 мая и представители украинской дипмиссии. Мы не хотим отмолваться от 9 травня. 9 травня – это день святый для многих людей, и он таким мое остальное. Но мы идем до Европы. В Европе 8 травня – это день, когда вся увага засереджена и все вспоминают чистые жертвы, безнавидные, те, кто впали, загинули. В этом году в Германии много спорили, должна ли Ангела Меркель ехать 9 мая в Москву на военный парад. Канцлер приняла решение отказаться из-за агрессии России против Украины. Она полетит днем позже, 10-го, чтобы возложить венок к могиле неизвестного солдата. День победы в Америке – это прежде всего день памяти и уважения. Почти полмиллиона американцев погибли во Второй мировой войне, сражаясь против нацистов в Европе и в Тихоокеанском театре военных действий. Ветеранов осталось немного, но десятки сегодня пришли к мемориалу Второй мировой войны. Именно здесь прошло грандиозное авиашоу. В воздух взмыли военные самолеты. Вот те самые, которые крушили нацистскую коалицию 70 лет тому назад. На воздушный парад потратили около полутора миллионов долларов. Но день победы здесь – это не повод показывать новейшее вооружение, скорее, ну, повод отдать должное людям, которые действительно воевали. В этот день много разных мыслей, грустных и хороших. Но я рад, что служил в армии в те года и имею прямое отношение к победе в той войне. Но есть здесь и те, кто переехал в Америку из Украины. В прошлом мы пережили и не пережил Америка, конечно. Но, короче, мы дружелюбно, с большим уважением к нам относятся. Перед ветеранами выступила и советник Белого дома по национальной безопасности Сьюзен Райс. И президент Обама также поздравил страну и весь мир с этим днем. Нужно сохранить единство с нашими союзниками в Европе и за ее пределами во имя наших общих ценностей – свободы, безопасности, демократии, прав человека и верховенства закона во всем мире. Выступим против фанатизма и ненависти во всех проявлениях, чтобы мы могли дать себе обет. Никогда не забывать. День Победы сегодня отмечают ведь по всей Америке. И слова президента о союзниках актуальны в эти дни как никогда. Дмитрий Ловский из Вашингтона, Татьяна Лугунова из Берлина. Подробности телеканал Интер. День памяти сегодня празднует и одна из семейных пар ветеранов в Черновцах. А вот завтра они будут отмечать сразу две даты. Не только День Победы, но и 60-летие супружеской жизни. Посмотрите историю бывших фронтовиков Тамары и Валериана Баранниковых. Это мои боевые подруги. Это замполит Роты была. Это медсестра. Значит, где-то моя тут снайпер сидит одна. Вот это вот. На этой фотографии Тамара Баранникова еще совсем юная. На фронт пошла в 17 санитаркой. Потом была снайперская школа боихранения. Пришлось участвовать и в братских республиках. В Венгрии, Чехословакии, Австрии. Трудные были военные дороги, минные поля. Теряли и били товарищей. День Победы, вспоминает женщина, встретила в госпитале и долго не могла поверить. Сквозь слезы, говорит, там на фронте потеряла многих друзей. После госпиталя ее направили в Черновцы. Там она и встретила любовь всей жизни. Этот старенький дедушка и есть тот красавец, младший командир пехоты. Валериану Баранникову уже 100 лет. Едва ходит, плохо слышит. Но как сейчас помнит улыбку, которой его очаровала красавица-снайпер. Мужчина должен быть стойкий перед женщиной. И жизнь будет обязательно. А то у нас с тобой жизнь. Да? Все было, да? Да. Они вместе уже 60 лет. У обоих десятки наград, медалей и знаков отличий. Есть дочь. Ее с внучкой и правнуком ждут в гости из Хмельницкого. Пока же вот так за семейным столом пересматривает старые фотографии и рассказывает друг другу уже много раз пересказанные фронтовые истории. Вспоминает песни, которые согревали душу в окопах. Да, глядя до зор и зорка, эх, мы готовы бой, мы готовы бой. У нас, видите, как получается, месяц, два, три и все уже, они расходятся и никакой жизни. А вот с них надо брать пример. Потому что есть с кого. Ветераны говорят, этот праздник для них как никогда грустный. Очень переживают за солдат, воюющих на Донбассе. Это ужасно. Ни к чему эта война. Не думали мы. Не думали мы, что День Победы так встретим. Говорят, если бы не возраст, взяли бы в руки оружие и пошли защищать родную землю. Надеются, что война на Востоке скоро закончится. И следующий День Победы они смогут отпраздновать вместе с новыми героями. И обязательно выпить с ними фронтовые 100 граммов. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Под Киевом сегодня перезахоронили останки солдат. 42 воина Второй мировой нашли свой покой в селе Гатное. Возле которого в 41-м велись ожесточенные бои за столицу. Сколько их удалось опознать? Подробнее Ольга Теребинская. Прошло уже 70 лет после победы. Но пропавших на той войне ищут и находят до сих пор. Только за последние полгода поисковый отряд Днепр-Украина обнаружил в окрестностях Киева останки еще 44 солдат. Опознать удалось лишь четверых. Останки двоих человек отправили родственникам. Остальные будут покоиться здесь, в селе Гатное. Солдаты были опознаны по смертным медальонам. Это бумажечка, которая укладывалась в бакелитовую капсулу. Те, которые не разрушены временем за 70 лет, дают возможность нам еще прочитать имена и восстановить. Но независимо от того, известны ли имена солдат той войны или нет, поисковики уверены, они должны быть похоронены со всеми воинскими почестями. Отряд Днепр-Украина нашел уже не одну сотню солдат по всей линии обороны столицы. Останки перезахоранивают дважды в год, в день освобождения Киева и в день, когда закончилась Вторая мировая. Для того, чтобы все знали, где покоятся те, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. И поисковики, и те, кто им помогает, уверяют, будут и дальше искать останки погибших. Война окончится лишь тогда, когда похоронят с почестями последнего солдата. И это не пустые слова. Ольга Тервинская, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер. А в Одесской области, в поселке Березино, сегодня открыли новый мемориальный комплекс. На мраморных плитах 162 фамилии фронтовиков, погибших здесь в годы Второй мировой. Местных жителей, не вернувшихся с войны, а также воинов-интернационалистов. Мемориал соорудили возле стены бывшей немецкой кирхи. Жители поселка сами привели в порядок территорию, а вот сегодня организовали здесь митинг памяти. В будущем планируют, что это станет своеобразной аллеей славы Березино, где укавечат участников всех войн. История нашей страны была очень сложная. И в ней есть очень много противоречивых моментов, но мы должны понимать эту сложность, уважать друг друга, и нас должна объединять главное, что мы граждане одной великой европейской страны Украины. Это Второй мировой к войне нынешней. Последние новости из зоны АТО. В районе Марьинки военные сегодня закрыли пропускной блокпост, так как там не прекращаются обстрелы и жизнь мирных людей, которые направляются в Донецк под угрозой. Еще одна горячая точка – Авдеевка. Там против украинских военных и мирного населения используют тяжелые минометы и артиллерию. Сегодня там удалось побывать моей коллеге Ирине Баглай. Смотрите ее репортаж. Вера Андреевна для бойцов на передовой как мама. Ежедневно готовит и первое, и второе, и десерт. Уже год, как Авдеевка – одна из мишеней боевиков. Все это время фельдшер местной скорой помощи Вера рядом с украинскими защитниками. Чужих нет. Таким еще же они пришли защищать наш город, нашу страну, свои семьи. Как начинаются обстрелы, одевают каску и под огнем к раненым. Больше всего женщина радуется 16 новым аптечкам от волонтеров. А тяжелее всего для россиянки, видясь, как в ее Украину пришел оккупант из братской страны. Для меня что Россия и что Украина одинаково – 50 на 50. Это две калоринки моего сердца. Еще два месяца назад Вера Андреевна побоялась бы надеть желто-синюю ленточку. Теперь же ее земляки на улице приветствуют. Слава Украине! Осознание, кто и откуда ведет огонь, приходит к большему числу местных. Сергей – один из них. Его дом разбомбили боевики. Давно ютится на коксохимическом заводе, где и работает. Предприятие и есть тут лакомый кусочек, к которому они прорываются. Посмотрите, все снаряды откуда падали. Откуда? Все сыноватые, с Авдеевки. Ой, из Донецка. Узнав, что мы украинские журналисты, Сергей просит не проигрывать в информационной войне. Ребята, надо побеждать. Мы же хотим тоже выжить. Мы свои. Мы проигрываем информационную войну. Тут население в основном из-за чего по мозгам ездят в российской телевидении. Затишье в Авдеевке длится недолго. Уже к обеду рядом слышны разрывы. А вот недавно стреляли. На 9 мая не должны такую провокацию сделать, как делали раньше. Я думаю, мирные люди за мир борются, и мы вместе с вами. О наступлении слышали и военные. Все больше из интернета. На передовой подтверждений масштабной атаки пока нет. Под огнем все те же позиции. Стреляют в основном пески. Из всего, что мы здесь. Миномет. САУ. Они не прекращали никогда. Окупированная, если новатая, Донецк аэропорт. По этим траекториям все чаще летают снаряды противника. Не дождавшись огневого ответа от военных, Боряки инсценируют обстрелы мирных. Потом обвиняют украинскую армию. Зарево от залпов орудий в этих направлениях на самом краю видят и десантники. По разданным Донецк, Донецк весенноватый, вот этот полумесяц, назовем его так, там все сосредоточено. В основном, в основном работают артиллерии. Чем тяжелое? 122-152 мм. Каким окажется 9 мая для Авдеевки, здесь не загадывают. Ждут в боевой готовности, но надеются. День победы пройдет без крови и войны. Ирина Баглая, Владлен Ноль, Василий Сачук. Подробности, телеканал Интер. 9 месяцев пыток и унижений. Такими методами в российском СИЗО из львовянина Юрия Яценко выбивали признание в терроризме. Кристина Гошенко знает все детали этой истории. Львовский железнодорожный вокзал «Поезд Харьков-Львов» ожидают десятки людей, телекамер и журналистов. Он выходит с улыбкой и тут же попадают в объятия родных, которые ждали его долгих 9 месяцев. Именно столько в российском СИЗО пробыл 22-летний евромайдановец Юрий Яценко. В мае прошлого года парень вместе с другом поехал в курс. Там планировал договориться о торговле мелкой техникой. Суд постановил за нарушение миграционного законодательства штраф 2000 рублей и депортацию Украину. Но сотрудники правоохранительных органов ребят домой отправлять не спешили. Увидев в паспортах львовскую прописку, рассказывает Юрий, к делу подключили отдел контрразведки ФСБ. Бесконечные допросы, унижения и пытки. Шили дело за терроризм. Мы могли публично выступить с дискредитационными заявами в сторону Украины. Мы могли представиться або правым сектором, або что нас направило СБУ с метою ведения диверсийной деятельности. Через три месяца допроса в друга Юрия отпустили, а его самого закрыли в СИЗО. Завели уголовное дело за незаконное хранение взрывных устройств. Хотели посадить на два года. Суд дал 9 месяцев, ровно столько, сколько парня продержали в СИЗО. И вот освободили. Своё задержание Юрий считает политическим. Многое о том, что пришлось пережить в российском СИЗО, парень не рассказывает. Счастлив, что на родине и торопится домой. Хочет, наконец, побыть с семьёй. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. Слёт диктаторов накануне Дня Победы. Кто приехал в Москву, а кто отказался и почему, всё расскажет Данил Русаков. Облаков над Москвой нет. Злые языки, говорят, их разогнали заранее. Руководство Кремля и других передовых стран к параду готовится. Уже завтра на Красной площади лидеры таких государств, как Гамбия, Буркина-Фасо, Гвинея, Зимбабве отметят 70-летнюю годовщину капитуляции Третьего Рейха. Вспоминать падение диктаторского режима нацистской Германии будут диктаторы современности. Так, в частности, зимбабвийский лидер Роберт Мугоби, старейший руководитель на планете с нынешней российской властью, его режим вообще многое роднит. Против Зимбабве Европейский Союз тоже вводил санкции. Руководство этой африканской страны не любит загнивающий Запад, проводит свою особенную внутреннюю политику. По мнению некоторых экономистов, ее результатом стало исчезновение национальной валюты из-за галлопирующей инфляции несколько лет назад. Другой приглашенный лидер Ким Чен Ын из Северной Кореи ехать отказался. На то нашлось сразу несколько причин. Из неофициальных источников дорогой гость расстроился, что ему не предоставят центральное место на трибуне Мавзолея. На родине преданный и любящий народ этого не понял бы. К тому же свой первый госвизит глава страны благоденствия, идущий своим особенным путем, отложил из-за закулисных игр. Побоялся быть свергнутым в свое отсутствие своими же собственными военными. Трагично Гитлер вот так покончил с собой, потому что он бы там был очень к месту. Да, вот прямо переходя из африканских лидеров к европейским, там как раз было бы место для товарища Хитлера. Но вот не дожил, не дожил. Но я думаю, что мысленно он с ними. Тем временем грузовой корабль «Прогресс» гордость российской космической промышленности сгорел сегодня утром над Тихим океаном. Однако по разной, пока не подтвержденной информации, некоторые его остатки до земли все-таки долетят. Аккурат 9 мая. Их ожидают возле побережья Чили. Лидеры этой страны, кстати, на Красную площадь не позвали в этом году. И вот еще одна отличительная деталь завтрашних торжеств. Полосатыми лентами в российской столице заклеили, кажется, все. Даже упаковки колбасы и зеленого салата. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Расследование парламентом многомиллиардных злоупотреблений Кабмина, озвученных в отчете экс-главой финанспекции Николая Гордиенко, похоже, застопорилось. Кто из высоких чиновников не впервые уже игнорирует заседание и есть ли на него управа? Все подробности у Ирины Романовой. Не успел в радио звучать гимн, как журналистам выходит свободный лиц Олег Суховский. Рассказывает, что сделала рабочая группа, расследующая злоупотребление Кабмина. И почему его вчера подвинули с должности председателя. Это было сделано все для того, чтобы я, как глава рабочей группы, как свободец, не прозвитывал перед украинским парламентом, с трибуны Верховной Рады, что до тех злочинных коррупционных в сегодняшнем уряде. Вчерашние заседания перенесли на сегодня, но в зал, где обычно собирается группа, дошла лишь половина депутатов. Кворума нет. Запизняются пан Попов и пан Гераченко. В зале дисциплинированы Николай Гордиенко, замминистра АПК и представитель Национального банка, глава НБУ в отпуске. Из Генпрокуратуры и Фининспекции никого. Зерновой корпорации Радовитбанка тоже. Уже второй день не появляется и министр финансов, хотя именно ее отчет первый в повестке дня. Паня Ярейска нашла час пройти на урочисте заседание в Верховную Раду, но не нашла час пройти на заседание нашей группы. Радовитбанк по телефону ответил, что они не могут появиться, их представители тоже, потому что Фининспекция запрещает им нам ответить. Как вы говорите, мы про себя заявляемо в конце концерра. До нас нужно ходить и нас нужно поважать. Рабочая группа не имеет соответствующих предложений, чтобы, например, запрошивать прокуратуру, или следствия, чтобы они нам ответили. Эти предложения достаточно. Эти предложения можно отримать, только если Верховная Рада принимает закон о темчасовой следственной комиссии. Законопроект в Раде давно зарегистрирован. Депутаты решают во вторник напомнить о нем, чтобы вместо малорезультативной рабочей группы быстрее создать более эффективную ВСК. А пока просить спикера продлить полномочия группы до 2 июня. Если министры не придут, и в следующий раз депутаты грозятся потребовать от ГПУ привлечь прогулщиков к уголовной ответственности за препятствование работе. Очередное заседание назначили на вторник на 6 вечера. Ирина Роланова и Евгений Каминский. Подробности в телеканал Интер. Снова возвращаемся к зоне АТО. Двое погибших и 26 раненых. Таковы последствия обстрелов боевиками позиций сил АТО на востоке Украины. Неспокойно сейчас в Мариупольском направлении, в Широкине. Подробнее об этом Ильвина Сейдбулаева. В 4 ранку сегодня прилетело порядка 20 мин на эти позиции. Вот. Мы видим две. По дороге было еще несколько. И там тоже есть мины. Это 82-й миномет. С самого утра вражеские мины уже на наших позициях. Это как поздороваться, говорят военные. Шутят так. В преддверии Дня Победы пророссийские боевики напоминают, как немцы нападали на Советский Союз. Используют их тактику. К огневым позициям и окопам приближаемся, только прыгнувшись. В любой момент может сработать снайпера. Все солдаты на своих позициях. Враг может атаковать в любой момент. Боец с позывным Харьков показывает нам Широкина. Отсюда видна школа. Раньше там был опорный пункт боевиков. Сейчас пусто. Противник стягивает технику на окраину села. В последнее время используют артиллерию. Наши дают достойный отпор. Они тут встречают постоянно живую силу. У нас очень выгодные позиции. Мы видим все село, видим все их перемещения и ликвидируем там живую силу. Будет ехать техника, ликвидируем технику. То они будут несать постоянно втраты. Им очень тяжело будет взять позиции. Вот этих Широкин. За мирное небо его дед воевал во время Второй мировой. А сейчас он журналист по профессии. Сам на передовой. Защищает свою землю. Еще тогда в 40-х годах воевали за то, за что мы сейчас воюем. За независимость Украины. А это боец под сыном Ахтунг. Еще в прошлом году приехал в Украину из России. Там работал менеджером и учился на медика. Долг перед братским народом. И здравый рассудок привел россиянина на украинскую землю. Я недоволен политикой Путина. Потому что проводят геноцид. Я воюю против россиян, а не против русских. Русские люди не воюют. Я не знаю ни одного русского человека, который воюет сейчас на той стороне. А пока на той стороне в Новоазовске наши военные наблюдают передвижение техники. Говорят, ночью возможно провокация. Эльвина Седулаева, Игорь Сули, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. О войне на Донбассе украинцы в эти дни говорят и на венецианском биеннале. Как и чем удивляет украинская надежда на престижном форуме. Давайте посмотрим. Сотни фанатов сердца Венеции. Это набережная семи мучеников. На один вечер она заполняется музыкой популярной украинской рок-группы. Концерт бесплатный. Кто узнал о нем по объявлению в церкви. А кто просто пришел на звук. Это как мы из земля, как из Львова. Я прямо с работы сюда приехал. Очень рады. Очень это, что и нас не забывают тут. Это как их знание на световой арене. Я вижу среди постановочек Океана Эльза. Не только украинцев. Тут люди из всего света. Услышал, что тут такой замечательный концерт и пришел. Мне очень нравится украинская музыка. Именно так украинцы в Италии заявляют о себе. Все в честь открытия украинского павильона на Биеннале. Наше счастье в наших руках. Пока мы его сами себе не сделаем, никто и еще для нас его не сделает. Уже сегодня украинское искусство могут увидеть все желающие. Павильон официально открыт для посетителей. Стеклянная конструкция под названием «Надежда» таит себе немало интересного. Картины, газетные коллажи и даже растительность за стеклом. Все посвящено трагедиям войны. И все символично. В этой центральной инсталляции есть скульптурные элементы, и видеопроекция, и музыка. А еще авторское переосмысление украинского свадебного обряда. Художница Зинаида Лихачева привезла на Биеннале черные бусы. Так называется ее работа. Основный элемент это черная миста, и это как знаковая речь, которая величезна черная миста, которая одягает земля. Это наша земля, которая сейчас переживает такую трагедию. И поэтому в меня, знаете, воно так випадково вышло, что я просто почула, что вот такое, знаете, как біля земли, біля края, и вот народился таки черная миста. Але потім народилася наречена, як такий білий світ, як такя надія. Черные бусы отобрали среди многих других, поскольку проект посчитали актуальным. Сегодня его презентация на Биеннале, а зрители смогут увидеть все уже завтра. Тогда же официально стартует и праздник современного искусства Венеції. Алексей Пшимызкий, Елена Зорина. Подробности телеканал Интер. Через несколько минут в нашем эфире стартует «Черное зеркало», а уже прямо сейчас ведущий ток-шоу Евгений Киселёв с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте. Какие темы сегодняшней дискуссии? Здравствуйте. Прежде чем говорить о темах сегодняшней дискуссии, я хотел бы обратить всеобщее внимание на то, что мы действительно выйдем в эфир буквально через несколько минут после окончания программы «Подробности» раньше, чем обычно. Поэтому не уходите с нашего канала, как говорится, оставайтесь с нами. Ну а что касается тем, разумеется, мы постараемся сегодня коснуться некоторых важных политических событий недели, ну, скажем, таких, как очередная встреча контактной группы в Минске, или, предположим, миссия Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во главе с Зориным Шкиряком, вокруг которой, ну, скажем так, мягко говоря, много разноречивых откликов в социальных сетях и в средствах массовой информации. Но все же сегодня главное событие – это 8 мая, День памяти и примирения. Впервые Украина празднует день окончания Второй мировой войны в Европе вместе с остальным миром. И об этом мы сегодня будем говорить в первую очередь. Мы, это значит, и вы, я тоже жду вас здесь, в нашей студии. Сразу после подробностей я присоединюсь к вам с удовольствием, Евгений. Сегодня хорошего эфира. Напомню зрителям еще раз, сегодня старт программы «Черное зеркало» состоится немного раньше, поэтому, действительно, после подробностей не уходите, пожалуйста, не переключайте на другой канал. Ну, а завтра, не пропустите с самого утра с 7 часов на Интере многочасовой марафон «Наша победа». Рассказы о том, каким был этот день 70 лет назад в разных уголках Украины. Истории с фронта, из тыла, удивительнейшие судьбы участников той войны. А в 12.30 наш спецпроект собственного производства – документальный фильм «День победы. Возвращение». Его герои, ветераны Второй мировой, расскажут о своих сражениях. Многие из них на реальных местах этих событий. Закончится вечер 9 мая праздничным концертом «Победа одна на всех». Среди участников хорошо знакомые и новые звезды эстрады. А начнется концерт со знаменитой «Смуглянки» из военного фильма «В бой идут одни старики». Это все подробности на сегодня. Спасибо, что смотрели. Прощаюсь ненадолго. До встречи в «Черном зеркале». Субтитры создавал DimaTorzok